добрый день всем 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 с вами ваша галя я сегодня хочу продолжить разговоры об основах вообще жизни в израиле прошлый раз я вам рассказала историю о своем кафе из которой главным образом нужно сделать вывод что ни шагу нельзя делать без адвоката если дело идет о каких-то денежных документах и сегодня я вам тоже расскажу интересную историю из моей жизни вначале поблагодарить хочу всех столько отзывов я получила почитайте комментарии ваши вот ваши которые вы мне пишите это так трогательно это настолько душевно и очень не хочется вас разочаровать хочется вас поддерживать так как поддерживаете меня вы и возможно сегодня из того что я расскажу сегодня кто-то из вас почерпнет для себя какие-то возможности какие-то знания сначала хочу показать вам и сделать анонс сегодня на моем канале с галей не соскучишься выйдет новые выпуск азбуки вязания я буду рассказывать вот видите я взялась вязать это вот моя такая отдушина это детское будет опять же изделие я буду рассказывать сегодня и показывать вот про вас вот такой реглан без дырочек красивый плотный мотальщицы вязальщицы приглашаю вот а сейчас поговорим вы знаете израиль это государство очень специфическое здесь в школах например если обижают ребенка не принято сдавать сдачи принято жаловаться и это тут культивируется у меня было такое мы прошли с яшей такое было что его отлучили от школы за то что он дал сдачи мальчику мальчик просто раздернул с него штаны во время он отвечает урока мальчик сзади который сидит подходит и сдергивает с него шорты дети же шорты ходят он раздернул яшка ну как бы оделся а ты чё ненормальный второй раз сдернул яша развернулся и врезал товарищ кавказский кровь горячая все яшу отлучили от школы ты должен был пойти и сказать что меня обижает яша разобрался сам у нас были недельные каникулы вы прекрасно провели время вот съездили на экскурсии отдохнули выспались никто не должен был утром рано вставать чтобы на неделю отлучили от школы вот такие тут наказание вот но это тоже как такое информативное вот а сейчас я вам расскажу ситуацию если вдруг вы решили открыть свой бизнес свое дело как я когда я закончила курсы все косметические маникюрные педикюрные я решила открыть свой бизнес здесь называется эссек есть разные виды виды бизнесов я открыла такой бизнес как бы сказать косметический кабинет то есть связь просто на мой паспорт я открыла свое дело самозанятость принципе я на самозанятости мой бизнес основанный на самозанятости я сняла заботу обо мне любимой с шеи государства я работала решила работать сама на себя делаю маникюры педикюры сама зарабатываю помещение не снимаю выделила дома комнату работала на дому и по сей день работаю и делаю годовые отчеты самозанятость не дает разрешение на найм рабочих это соответственно я не получаю возврат налог на добавочную стоимость как это имеют те у кого большой бизнес магазины которые покупают продукты свои затраты делают вплоть до если какой-то я бы открыла например парикмахерскую в городе я должна покупать там воду чай кофе поставить мини-бар допустим с холодной горячей водой кофе чай сахар я покупаю в магазине и должна брать на это все рука квитанцию чтобы в налоговую предъявить не только доходы свои но и расходы которые возвращаются вот у меня не такой бизнес у меня самозанятость я сама себе создала очки у меня сегодня неудобные перекашивается вот создала сама себе рабочее место и стала работать никого не нанимаю и вот о чем я хочу рассказать помимо маникюра педикюра будучи на инвалидности я естественно свободное время я не могу сидеть сложа руки я вижу делаю украшение рисую вы это знаете и вот по пятницам у меня есть даже ролики об этом по пятницам я ходила в каньон большой торговый центр делала выставку продаж сначала я немного платила все там приходили и с ягодами фермеры и кухни там кейтеринг и много-много всего вот с меня сначала брали немного денег когда я еще была работала потом однажды когда я сказала что вообще-то я на инвалидности принесла документ мне сказали все ничего не плати ходи продавай по пятницам смотрят покупают продают подходит ко мне хозяина этого торгового центра спрашивает галина ну как тебе тут хорошо да очень я говорю вы понимаете опера с ним вот общался я говорю я не работаю я я инвалид я сижу дома я должна что-то делать я делаю и делаю и делаю и куда-то это надо девать вот у меня единственный выход это я по пятницам сюда прихожу и даже если ничего не продаю ко мне приходят друзья позади меня макдональдс мы пьем кофе кушаем там кто-то из магазина вышел с бананами кто-то с мандаринами ко мне приходят туда знакомые вот пообщаться поговорить подруга моя светлана все время каждую пятницу со мной сидела вот и он говорит ну и насколько ты сегодня как вот и хорошо идёт я говорю ну да сегодня две пары сережек купили да и сколько заработала я говорю 60 шейки ли он сколько и тебе это нормально я груда конечно ты же знаешь люди идут в торговый центр вот тут супермаркет большой ведь не за этим это же не хлеб не молоко сережечки самодельные заколки там расписные для волос я говорю для меня это большая радость когда кто-то пришел за продуктами увидев вот что-то моё не прошел мимо не смог а купил это я очень этому рада он вот эти эти хорошо приходи каждый день якунет каждый день я не могу ходить а вот у меня по пятницам есть моя очень хорошая подруга вы ее вот где я показывала оружие в доме большую большую коллекцию сувенирного оружия вот это наташа она работает по пятницам рано утром и меня к восьми везет с чемоданами в этот каньон и все очень хорошо складывается так вот мои соседи увидели что по пятницам я куда-то иду с чемоданами с двумя чемоданами на колесах оно все мелкое но но все в коробках сложено вот и и потом они меня там увидели что я стою и у меня прилавок украшение вязаных вещей вот и об израиле очень принято я уже сказала вот это вот тук 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 имейте в виду если вы умеете стричь шить вставлять замки или вешать люстры белить или что-то и хотите открыть свое дело только через налоговую оформлять бизнес заложат тут же причем будете стричь чуть дешевле чем в парикмахерских парикмахеры заложат мир слухами полнится обязательно узнают обязательно стукнут и стукнувший имеет премию от страны если значит вы признаны виновным и приговариваетесь к огромному штрафу меня еще одна моя очень хорошая подруга которая держит цветочный магазин так нарвалась уже закрыта была и кассу она сняла пришли срочно попросили букет она дала касса уже снята и закрыта она взяла деньги чтобы пробить завтра с утра все пришли магазин работал до 8 пришли 10 минут до 8 до пришли 10 минут 9 все она имела проблем на несколько тысяч это были разведчики из налоговой и вот однажды пришла я вот так же в каньон и начала на столе раскладывать свои украшения и в это время мой яша служил в армии он служил в очень серьезных войсках и у него начались проблемы из-за пара прыжков с парашютом начались у него проблемы позвоночником у него просто в итоге инвалидность у него тоже он вышел у нее нет инвалидности но он вышел с травмой из армии просто он ее не оформил вот он вышел с травмами была травма позвоночника Несколько, значит, грыж спинномозговых и протрусия. Вот. И я рассказываю, я раскладываю вещи свои. Я еще даже не встала за прилавок. Я раскладывала. Из чемодана доставала и раскладывала. И подошла моя приятельница и рассказывает, какие проблемы. Как его уговаривала не идти в эти войска. Вот. А он вот сейчас травма. Он в таком стрессе. Он в такой психодушевном таком жутком раздрае. Вот. Я прям за него боюсь. И я все это рассказываю, рассказываю, рассказываю. Подбегает мальчик. Сколько эти бусы стоят? Я говорю, пятьдесят. Он хватает эти бусы, пятьдесят швыряет на... Мне на стол так кинул и убежал. Потом пришла Света. Потом еще я. И в этот день я больше ничего не продала. Значит, где-то часов в... Это было где-то в восемь пятнадцать, восемь двадцать. Я еще не разложила. Я только доставала свои вещи и клала их на стол. И бусики такие красивые, зараза, купил. Просто так. Не знаю, куда делал. Хорошо, если не выбросил. Ручной росписи сама расписывала. Красные, большие деревянные бусины китайской росписью. Где-то часов в двенадцать ко мне подходит мужчина. Здравствуйте. Вы сегодня что-то продали? Я говорю, ой, сейчас... Я говорю, вы знаете, и он... Как-то я вся вот в своих думках, он... Продали вот эти бусы. И показывает мне бусы мои. Кабалу не выписала. То есть квитанцию. Кассу. У меня нет кассы. У меня такие книжечки, которые с отрывными листиками вручную выписывают. Вот. И заполнилась. Говорит, пиши. Выписала я эту и соседи мои, которые все время смотрели, куда я с чемоданом еду, стояли поодаль. Возле ступенек. Я это увидела, что они крутились полдня. Вот я стояла там и столько... И они крутились по магазину. Вот. Видно, они стукнули и ждали результата. И вот. И мужчина говорит, вот этот пришел, евритоговорящий. Говорит, выписывай. И взял, значит, подписал ее, что это вот так и так взято, продано в такое-то время, а это он попросил в такое-то время. На мое счастье, в этот день больше ничего не купили. Говорит, ну, жди. Теперь вызову в налоговую на санкции. Получила я. Приехала я в налоговую. Но он меня начал расспрашивать. Я сказала ему полностью эту... Во-первых, я показала документ, что я инвалид, что у меня депрессия, что я на антидепрессантах. Тут все везешь с собой, все документы, которые надо предъявить в свою защиту. Что я забыла, что у меня нет памяти, что я пью таблетки для памяти. И действительно так и есть. Вот. Принесла прям от врача выписку. Вот. Он, говорю, у меня схватил эти бусы, говорю, в 8 утра, когда я только раскладывала. Ко мне пришла приятельница. Сын у меня служит вот в этих войсках. А войска элитные, боевые, такие, знаете, ну, как типа ВДВ, вот, серьезные и очень уважительно относятся к бойцам. Вообще к бойцам израильской относятся уважительно, а к этим, это элита. Вот. Я говорю, вот там ребенок получил травму спины. Я рассказывала об этом. И в этот момент он подошел, взял. Я вообще потом забыла. Это вот, я таблетки пью от этого. И вообще, говорю, у меня дома 4 кота, и мне их кормить нечем. Я вот, хорошо, я в тот день он купил у меня на 50 шекелей эти бусы я корм кошкам купил. В общем, у меня исправка есть, показала все, я психиатр, и все, все. Короче говоря, сказала мне, вот знаете, люди есть вот такие, как мои соседи, а есть вот такие люди, как этот налоговый инспектор. Залгалина, ты не платишь налоги, тебе что, бумажку жалко? Я говорю, да не жалко, я все время выписываю. Света, моя подруга, которая писательница, которая хочу попросить нам что-то почитать, она бдит за мной, она сидит и смотрит, пиши, пиши, как только что ты купил, пиши, Галя, пиши, только выкладываю, так выложи, где твой блокнотик с квитанциями, отрывные вот эти вот, где оно, вот. Я говорю, подождите, я сейчас выпишу, Галя, да не надо нам, я говорю, вам не надо, я себе выпишу, потому что всюду глаза и уши. Вот. К разочарованию моих соседей мне дяденька этот сказал, Галина, ты не платишь налоги, ты инвалид, имеющий свой бизнес. Семь шекелей стоит, то есть, грубо говоря, два доллара стоит эта книжечка на сорок квитанций. Не жалей ты эти бумажки, выписывай ты их. Мы живем в пограничной зоне, город Кириадшманан, город-герой. Вот. И, естественно, как бы здесь наши, мы не платим налоги. Здесь подоходный налог не платится, никто не платит. Вот. Поэтому я бы платила там какие-то копейки, если бы жила в другом месте тоже. Этот мой, вот это мое рабочее место, вот это мой эссек, так называемый здесь мой бизнес, этот вот самозанятость, она здесь налогом не облагается вообще. Каждый год я делаю годовой отчет, я пишу, сколько я заработала, сколько я переписываю, перепись квитанции, потом письмо из, это, как называется, забыла уже по-русски так сказать, из городов, из мэрии, что я житель именно Кириадшманы, и все это отсылается в налоговую, только я отчитываюсь, сколько я заработала. И все. Ничего не плачу. Галина, ты ничего не платишь. Пиши. Естественно, он меня отпустил, сделал мне ну-ну-ну. Тут это так называется. Дядя сделал мне ну-ну-ну. Передай привет сыну, передай привет кошкам. Выписывай. Я тебя умоляю, не жалей бумажки. Выписывай. Люди разные. Эти люди ждали вознаграждения. Потому что, как мою подругу цветочной магазине, она очень большую сумму наказала. Намного нулей больше, чем тот стоил букет, который у нее купили налоговики после закрытия магазина. Вот. Вот такой сегодня я вам хочу рассказать эпизод из моей жизни. И как наставление, если вы захотите свой открыть в Израиле, где-то в другой стране, в какой бы вы стране ни жили, делайте все по закону, через административные инстанции, чтобы все было по закону. Вот. Вот сегодня я вам хотела рассказать вот это, мои дорогие, те, кто живет в Израиле, те, кто смотрит мои каналы. Огромное спасибо. Огромное спасибо моим спонсорам. Прямо сильное-сильное спасибо. Видели, у меня открылась кнопка уже где-то полгода стать спонсором канала. И суперспасибо. Я регулярно получаю от вас приветы и подарки. Вот такие, на которые себе могу кое-что позволить. Я очень многое стала таким шопоголиком от того, что я сижу дома. В Кириадшмане мы много не гуляем. Сижу дома, гуляю по Алиэкспресс и покупаю себе и Фимо, и покупаю себе разные прибамбасы. Вот новый аппарат, купила телефон. Ну, телефон я купила в фирменном магазине именно для записи. Камеры садятся именно для хороших роликов. Все ваши вложения в меня я инвестирую сюда же. Все. Всего всем самого-самого доброго. Привет. Искорят шманы от Гали. Бай-бай. Искорят шманы от Гали.